МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная причина появления ошибочных долгов – неправильные сведения об имуществе физлиц, собираемые регистрирующими органами. Именно они передают их в налоговую службу, которая по закону обязана начислять налог, даже если информация недостоверна, и исправлять ее не имеют ни права, ни средств. Чтобы начать кампанию по списанию долгов, нужен специальный закон. Если депутаты успеют принять его в ближайшие два года, то ошибочные налоги будут обнулены уже к апрелю следующего года. Это позволит гражданам избавиться от несправедливых претензий налоговой, а самому фискальному ведомству разгрузиться от бесполезной рутинной работы. Списаны будут только ошибочные долги, которые образовались к началу 2009 года. Первая, скажем так, часть этой задолженности приходится как раз на те недостоверные данные, о которых говорил руководитель нашей службы Михаил Владимирович Мишустин. И вторая часть задолженности, невозможной ко взысканию, относится к той категории, которая уже вышла за пределы трехлетнего срока исковой давности. То есть она уже невозможна к взысканию. Она фактически является фиктивной, ну, грубо говоря, находится только на бумаге. В налоговой уверили, что россиянам, несправедливо оказавшимся в списке должников, ничего доказывать не придется. Ведомства, участвующие в процессе, будут устранять ошибки сами. А узнать о состоянии реальной задолженности граждане могут на сайте краевой налоговой службы www.r26.nalog.ru Здесь действует личный кабинет налогоплательщика. В нем можно не только узнать о своих долгах перед бюджетом, но и сообщить, если какой-то платеж был начислен неправильно. В этом случае налоговая служба поможет исправить неправильную информацию. К другим новостям. В этом году славропольские бизнесмены могут принять участие в конкурсе «Социальный предприниматель». Его проводит фонд региональных программ «Наше будущее». Цель конкурса – развитие социально ориентированного бизнеса в России. Это, отмечают авторы проекта, уже не традиционный бизнес, но и не благотворительность. От предпринимательства он отличается целями, ориентацией на социальные изменения и разрешения проблем общества. От благотворительности, рыночным характером деятельности и нацеленностью на создание успешной бизнес-модели. Поэтому на финансирование в рамках конкурса могут претендовать проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем, например, создание новых рабочих мест или объектов инфраструктуры в здравоохранении, культуре и образовании. За три года фонд поддержал 24 проекта на сумму около 60 миллионов рублей. Аграрии Ставрополья за 9 месяцев текущего года произвели на 15% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Объем производства составил 77 миллиардов рублей. На 1 октября сельхозпроизводители края собрали без малого 8 миллионов тонн зерна без кукурузы. Это почти на 20% больше соответствующего периода прошлого года. Средняя урожайность зерновых превысила 39 центнеров с гектара. Увеличилось и общее поголовье крупного рогатого скота. В начале октября в хозяйствах региона было почти 390 тысяч животных. Однако, если количество коров увеличилось, то свиней, овец и коз снизилось. И в заключении курса валют. Евробанки сегодня покупали за 42 рубля 80 копеек, а продавали за 43,42 доллар. Курс покупки 31,15, продажи 31,72. Курс валют, установленный Центробанком на завтра, евро 43,14 доллар 31,34.